всем привет дорогие друзья из солнечного бодрума мы пришли на завтрак в нашей гостинице завтрак здесь очень скромный и в этом видео мы прокатимся с вами по бодруму и увидим все самые красивые и очень пляжи этого города в общем подписывайтесь на наш канал вы видите то что не увидите ни у кого другого вот так вот выглядит наша территория здесь такие небольшие корпуса с квартирками комнатками на этаже по четыре штуки есть бассейн и завтрак на открытом воздухе здесь сейчас покажу вам что здесь у нас подают весь чай кофе можно взять картофель омлет картошка free есть конечно же хлеб все подают как и во всех остальных отелях вы показываете вам подают сосиски и яйца раз всякие разные сыр и колбасы огурцы и помидоры оливки обзор комнаты и как-то сюда ехать до бодрума добираться все самое интересное по дороге смотрите в предыдущем виде а а а а и а а Сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие по Модруму и посетим все известные пляжи Бодруму Начнем мы с вами с пляжа, который называется Торбо И я вам покажу Здесь очень много пляжей И нам сказали, что один из самых красивых пляжей это Ялыковак Мы были на Гумбете, на Бетесе Но начиная с Торбо мы проедемся по всему побережью и посетим все эти прекрасные пляжи Поэтому приглашаем вас вместе с нами От центра Бодрума до Торбо ехать 8 километров примерно 20 минут Мы приехали на пляж Который называется Торбо Точнее это небольшой поселок Здесь очень интересный пляж Он очень узкий Есть песок, есть галька Есть вот такие вот пирсы Посмотрите, пляж очень узкий И здесь многочисленные кафе Можно сидеть на берегу моря, завтракать Здесь много отелей И, например, вот тоже один из отельных пляжей Покажу вам, какой вид открывается с пирса Здесь есть шезлонги, которые можно взять в аренду И видите, все огорожено буйками Потому что огромное количество яхт Которые тоже плавают здесь поблизости С пирса, конечно, открывается очень красивый вид И бойками вот как раз и огорожены территории отелей И территории пляжных баров Здесь также помимо бутик-отелей Расположены большие пятизвездочные отели Например, вот мы видим передо мной отель Voyage И там я вижу мелкий-мелкий песок на пляже И далее по побережью мы поедем с вами в ту сторону Море здесь прохладнее, чем в Алане Но, как я так сказала, Игейское море всегда такое прохладное В общем, я буду плавать, а потом едем с вами на другой пляж Субтитры сделал DimaTorzok Спустя 10 километров мы приехали в местечко, которое называется Гюлькёй Здесь также расположено большое количество отелей И апарт-отелей, и больших отелей И, согласно моей карте, здесь тоже есть пляж Сейчас посмотрим Принадлежит этот пляж отеля можно туда заходить или нет Если нет, то отправимся с вами дальше на муниципальный пляж Тюркбюкюр Здесь в местечке Гюль расположено большое количество апарт-отелей И вот один из пляжей, который песочный И у каждого отеля есть вот такой вот пирс, где можно загорать и купаться Вода, кстати, очень чистая Здесь очень интересная система Вот вы видите, вот это вот все Маленькие отели И у каждого отеля или бара есть вот такой вот пирс На котором можно загорать А в самом баре или ресторане можно что-то перекусить или выпить А вот так вот выглядит муниципальный пляж Вот так вот выглядит пляж в местечке под названием Гюлькёю Как вы видите, вот такие вот, опять же, настилы И кафе, рестораны, где можно перекусить, отдохнуть В общем, вот такое вот уютное, красивое место И все здесь отели вот такие вот маленькие И построены как раз из камня Ну а мы едем дальше на муниципальный пляж Сейчас мы приехали в местечко Тюрк-Бюкю И здесь тоже очень узкая пляжная линия И многочисленные отели и рестораны Либо на настилах вы можете загорать и сидеть Либо очень-очень узкая линия песка Сейчас зайдем в один из ресторанчиков Вот, например, один из таких ресторанчиков Прям на берегу моря Вот так вот выглядит пляж Тюрк-Бюкю И здесь тоже, видите, многочисленные маленькие пиццы Вот такие вот настилы У каждого ресторана или отеля И вдалеке тоже стоят яхты Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете о таких курортных местах Потому что это место кардинальным образом отличается от Средиземноморского побережья Точнее Алании или Анталии И между различными кафе и ресторанами, конечно же, всегда есть муниципальный пляж Вот так вот выглядит один из муниципальных пляжей Средиземноморского побережья Вот такая вот здесь потрясающая набережная, друзья Напоминает немного каш Сиде, кстати, напоминает тоже Напишите в комментариях, как вам Мы приехали в небольшое местечко, которое называется Гюн-Дуан Здесь вот тоже такая красивая улочка, которая ведет к набережной Маленькие отельчики, рестораны, магазинчики И здесь, как показывает нам карта, тоже есть пляж, набережная и небольшой порт В общем, посмотрим, друзья, что здесь есть Здесь вот такая вот широкая набережная и порт Стоит много-много лодок А на холмах видны частные дома, виллы, мини-отельчики И рядом с портом Вот, друзья, я покажу вам карту Смотрите, мы находимся как раз вот здесь сейчас В Гюн-Дуан-Лимане И приехали мы с этой стороны И поедем в Ялы-Кавак Говорят, что там тоже очень красиво Что у нас здесь есть в Гюн-Дуан Товшан-Адасы, остров кроликов Хатат-Бухта Демир, бухта Демир В общем, вот такие вот здесь достопримечательности Какой-то остров Апостоль Рядом с островом кроликов В общем, можно тоже прокатиться на яхте Простите за ветер, но здесь немного ветрено И здесь вот такой вот городской пляж Редактор субтитров А.Семкин Мы приехали в местечко, которое называется Ялы-Кавак Говорят, что здесь очень красиво Посмотрим Мы приехали в Ялы-Кавак Но сегодня, друзья, здесь очень ветрено И плавать невозможно Вот здесь есть пляж, тоже пирс Сейчас покажу вам Простите за звук, если у вас шумит ветер Но Как вы видите, люди загорают Но никто не плавает Потому что действительно очень-очень ветрено 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 Ресторан, пляжный бар. И от этого пляжного бара тоже вот такой вот здесь пляж и пирс. Вот так вот здесь ветрено, друзья, и покупаться мне не удалось. Значит, поедем на следующий пляж, там я точно искупаюсь. Мы приехали на еще один пляж. Называется Бетес. Также здесь есть похожие пляжи. Это Тургут-Рейс и пляж муниципальный Гюмбет. Гюмбет я вам покажу чуть позже. А Бетес тоже такой интересный пляж. Это муниципальный пляж. Здесь тоже много магазинчиков, кафе. Есть лежаки. И он достаточно широкий по сравнению с теми пляжами, которые вы видели чуть раньше. В общем, покажу вам сейчас. Вот такая вот здесь пешеходная зона с разными сувенирными лавками, кафе. Есть где посидеть, есть где полежать. Но мы обычно не берем лежаки, потому что мы быстренько купаемся и уходим. Мы не загораем. И этот пляж называется Бетес. Здесь такая особенность. Я в прошлом видео вам уже показывала. Можно далеко-далеко идти, и вода вам будет по колено. Кстати, в Бодруме я заметила такую особенность, что здесь очень спокойное море. В общем, друзья, буду купаться, пока не стало совсем холодно. Мы уже приехали в центр. Точнее, на пешеходные улицы, на торговые улицы. Идем в сторону крепости. Здесь очень много магазинов, туристов, людей. В общем, идем смотреть ночную крепость Бодрума. Вот так вот выглядит эта улица. Очень много разных сувениров, всяких разных украшений. И после купания на многочисленных пляжах, мы сегодня объехали Бодрум вдоль и поперек, ребята. Мы решили прогуляться по вечерним Бодрум, потому что завтра мы уже едем в Марморис. Очень людная, шумная улица. И это понятно, потому что здесь самое такое большое движение происходит вечером, как мы видим сейчас. Но посмотрим завтра днем, что будет, потому что днем мы тоже хотим сюда приехать. Мы вышли уже на набережную. Здесь также стоят прогулочные кораблики. И здесь совсем недалеко расположена крепость. Сейчас в темноте, конечно, не очень хорошо видно, но посмотрим. Очень много-много-много разных прогулочных яхт. Кстати, на первый взгляд очень красивые. Такие деревянные, белые деревянные. И вот она, крепость Бодрума. Конечно же, сейчас вход закрыт, но мы попробуем посетить крепость завтра. Вот она, крепость Бодрума. Здесь вход. И вот так вот она выглядит. Конечно же, не очень большая. И здесь также есть паром, который ходит на острова Кос, Родос, Калимнос, Лерос, Патос, Патмос, Самос и, конечно же, в дачу. Дача до дачи, насколько я помню, проезд стоит 125 лир в одну сторону. Здесь есть расписание и цены. Например, чтобы попасть на Кос, каждый день 17 евро. Туда-обратно 20 евро и так далее. Вот вы видите цены. Кому нужно, делайте скриншот. Вот такая вот красивая набережная в Бодруме. Дорогие друзья, я надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Мы устали, гуляем, наслаждаемся этой прекрасной погодой и достопримечательностями. А вы обязательно подписывайтесь на наш канал и смотрите следующее видео на сегодня. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон